МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здесь покоится главный ключник этого города. Согласно легенде, свое прозвище ученый-мудрец Кафаль Шаши получил, когда сделал невиданной красоты замок, ключ от которого весил больше килограмма. Доброе утро, страна! Просыпайтесь! Сегодня я открою замок от шкатулки, в которой хранятся все секреты Ташкента. Ташкент – столица Узбекистана. Один из древнейших его городов. Известен со II века до н.э. Ташкент, кстати, значит каменный город. Даже самые старинные его постройки сделаны из камня. Ну, например, как этот мавзолей. Сам мавзолей построен в необычном стиле ханаха. Раньше так строили приюты для странников. И этот стиль выбран не случайно. Сегодня это главное место паломничества мусульман. Сюда приходят верующие, чтобы найти ответы на свои вопросы. Вообще, несмотря на то, что 90% жителей Ташкента исповедуют ислам, здесь живут в мире и согласии верующие практически всех конфессий. Христианство пришло в Ташкент по тропам Великого Шелкового Пути. Вместе с торговыми караванами сюда следовали беженцы, путешественники, миссионеры, проповедовавшие свои религии в чужеземных краях. Кстати, сегодня католический костел работает. Мессы ведутся на четырех языках. Английском, русском, польском и корейском. Издавна в этом городе гостеприимно встречали любого путника. На каком бы языке он ни говорил, какого бы роду племени ни был. Здесь, словно путник, нашел свой приют великий князь Николай Романов. Да-да, тот самый Романов, племянник Александра Второго и внук Николая Первого. Он был сослан в Ташкент и всю свою сознательную жизнь провел здесь. Николай Константинович вошел в историю города как благородный человек с широкой русской душой. Например, получив от императора деньги на строительство дворца, большую часть суммы он пустил на постройку Ташкентского театра. А особняк себе построил по тем временам скромный. Хотя мне он кажется очень даже шикарным. Особенно хороши на его фоне селфи. Честно говоря, в Ташкенте и правда чувствуешь себя желанным гостем. Вот даже простые рабочие готовы угостить путника своим обедом. Ммм, вкусно? Вкусные макарошки. А это еще один добрый путник. Лау Бахадур Шастви, премьер-министр Индии. Его бюст установлен здесь не случайно. Он внес огромный вклад не только в развитие своей страны, но и оставил след в истории Ташкента. Жизнь политика оборвалась здесь. Он умер от сердечного приступа после того, как подписал декларацию, которая положила конец Индопакистанской войне. Это место посещает огромное количество индусов, которые приезжают сюда, в Ташкент. И Ташкент для них – это город мира. А как известно, где царит мир, там есть и место для искусства. И это место находится здесь, в доме музея Тамары Хану. Певица, танцовщица, выдающийся хореограф. Всю свою жизнь она собирала фольклорные песни и танцы. Как видите, большинство экспонатов музея – костюмы. Потрясающей красоты. Ох, мне прям захотелось почувствовать себя в образе настоящей узбечки. Решено! Салон красоты! Вот оно! Женское царство! Вход в этот салон мужчинам строго запрещен. Делать буду национальную узбекскую прическу. Раньше местным девушкам запрещалось ходить на людях с распущенными волосами. Поэтому волосы и убирали в косички. Азиз, я поняла, значит, на этой половинке мы с вами сейчас заплели такой колосок, он же национальная узбекская коса. Да. А давайте мы с вами поэкспериментируем, и, может быть, на этой половинке, сейчас что-нибудь еще такое национальное сделаем, тоже из косичек. Вы говорите, что они могут быть разные? Да. Оказалось, что количество косичек зависит от возраста. Так замужним взрослым женщинам положено заплетать две косы, а молодым незамужним красавицам можно заплетать до 40 штук. В общем, я решила попробовать все варианты, а по ходу разознать секреты узбекского женского счастья. А пока вы косички плетете, вы общаетесь? Да, общаюсь. Делитесь новостями. Косточки моете-то, а, мужикам? Ну а с подружками-то можно? Да, можно. Конечно, можно. То есть вы садитесь, все девочки, в кружочек, начинаете друг другу плести косички и обсуждать своих любимых. Да. А есть, может быть, какие-то песни или стихи, и когда мама плетет косичку у ребенка и что-то традиционное напевает. Вот такой песни есть у нас. Ой, Лиза, у меня прямо мурашки побежали сейчас по коже. Это так трогательно. Это удивительно. Правда, окунули меня сейчас в мир детства. Это невероятно. Вам эта песня мама пела? Да. Азиз, ну я скажу, это такая кропотливая работа, эти маленькие косички. Терпения на 40 косичек у меня, конечно, не хватило. Но в итоге получилось, по-моему, очень мило. Современно и по-узбекски. А мне уже не терпелось почувствовать все ароматы и вкусы этого города. О, мягенький. Сейчас все будем пробовать. Ммм, Ташкент. Кто вам ват на палочке? Конфетка на палочке. Гранат на палочке. Вот оно. Это знаменитый Алайский базар. Фрукты и овощи здесь – это только начало. Именно на Алайском базаре можно приобрести лучшие золотые украшения в Узбекистане. А производство находится буквально в двух шагах. И на самом современном уровне. Вот это да. Это вы прямо здесь, на компьютере, разрабатываете дизайн ювелирных изделий. А вы мне покажете, где сама святая святая. Где вот этот золото, бриллиант. Джилл Элидин, несмотря на молодость, один из лучших местных ювелиров. Говорят, он может найти подход к любой женщине. Было ужасно и интересно, сможет ли он подобрать золотой ключик к моему сердцу. Каждый день работаю с женщинами. Я знаю, что они хотят, что не хотят. Какие женщины тоже знаю. Какие? Да. Какие же женщины? Ну-ка, расскажите мне ваше мнение. Основной капризной девушки приходят. Иногда они хотят все. Нам трудно работать. Все, и сразу хотят. Мы тоже как психолог стали. Да, вы что. То есть по мимике и жестам вы можете отгадать, какое украшение нужно женщине? Конечно. А вот какое бы мне подошло украшение? Ну, вам. Там классические и там минимальные вещи вы любите, я думаю. Вы угадали. Ничего себе, вы меня же сейчас поражаете. Как? Мы же с вами знакомы несколько минут. А вы уже прям в точку сразу попали. Ну, я работаю каждый день. После компьютерной дизайнерской работы мы его там станки врезаем. Это и есть золото? Да. Почему он не блестит? А потом он полировку сделает. Вот это да. То есть она отполируется, только после этого приобретет блеск. Так, нужно вот так вот сюда прислонить, да? И аккуратно. И аккуратно вот так вот двигать. Это такая мелкая, кропотливая работа. Ничего себе. Так, начинаем. Джулли Дин, у вас золотые руки. Спасибо. В прямом смысле этого слова. Спасибо вам за каплимент. Этот город подобно золотым украшениям можно рассматривать. Но делать это лучше на сытый желудок. Я знаю одно местечко, где готовят очень вкусный традиционный лагман. Сейчас я вам покажу. Здравствуйте, Бахадыр. Здравствуйте, Омга. Очень приятно. У вас красивые косички. Правда? Как в узбечке. Ну, что вам нравится? Вам идут эти косички. Спасибо. Я как раз старалась стать немножечко похожей на узбечку. Значит, у меня получилось. Да, получилось. Отлично. А вы, скажите, научите меня еще и лагман готовить, чтобы уж точно мне прикоснуться к вашей культуре. Да, с удовольствием. Один из главных компонентов лагмана – тянутая длинная лапша. Так что начинается лагман всегда с теста. Для его приготовления вам понадобятся 500 грамм муки, 200 грамм воды, одно яйцо и щепотка соли. Вот яйцо добавим, одну штуку. Так. И вот так размещаем. Вот так перемесим тесто. И по чуть-чуть, по чуть-чуть воду добавляем. Тесто будем варить, как спагетты. Как макароны. Да, как макароны. Лагман же – это первое блюдо. Это же суп или это второе блюдо? И первое, и второе тоже можно сделать. Ничего не понимаю. Почему не понимаю? Так, это так. Его же ложка едят, он же жидкий. Нет, густой тоже есть. Вот жареный лагман тоже есть. Ага, и он уже густой, его над вилкой есть. Да. Ага, вот сейчас покажем вам, как делать это. Ладно. Вот, чтобы тесто не высохло. Давайте я вам помогу. Салфан завернем. Теперь подливу переходим делать. Мясо сперва нарубим. Подлива – это душа лагмана. Для ее приготовления берут свежайшую баранину, болгарский перец, помидоры, сельдерей, капусту басай, масло, лук, чеснок, ну и специи по вкусу. Все это нарезается, обжаривается, а затем тушится в казане. Вот только Бахадыр особенно к процессу меня не подпускал. Помощница из меня так себя, да, Бахадыр? А тем временем тесто уже настоялось и поднялось. И Бахадыр начал делать из него лапшу. Друзья мои, это поистине завораживающее зрелище. Бахадыр, вы так красиво это делаете? Я тоже хочу так делать. Пожалуйста. Ловите мне половинку. Потому что вы так делаете, это ловко. Неправильно делаю. А, сейчас весь полчик. Правильно. Просто сильно не надо тянуть. Не надо сильно тянуть, потому что у вас так уже руки-то набиты, накручены и так далее. Это такой приятный процесс. Вот что это вы сейчас такое делаете красиво. У меня мама так вяжет обычно. А вы сейчас что-то тоже вязать будете? Я не буду вязать, просто будем тянуть. Оу. Вот так. Что же вы творите-то с макаронами? Как это интересно. Это правда похоже на какое-то вязание. А можно я тоже попробую вот так его помутузить? Пожалуйста. Лапша для лагмана варится отдельно. Затем ее соединяют с подливой и вуаля, наваристый суп. Или второе. Все зависит от количества бульона. Посмотрите, какой она наваристый и жирненький. Прощай фигура. Ммм, это вкусно и горячо. Вы посмотрите, какую еще красоту я тут обнаружила. Сразу не заметила за всеми этими явствами. Вы только поглядите. Вот это блюдо так блюдо. Настоящее произведение искусства. И, кстати, я знаю местечко, где делают такие тарелки. Сейчас я вам его покажу. Эта мастерская известна на весь мир. Ее создал знаменитый исследователь узбекской керамики Мухиддин Рахимов. Сейчас здесь работает его сын Акбар. Керамист и художник в пятом поколении. И на нем династия явно не закончится. Очень хочется познакомиться с вашей красавицей. Внучкой моя. Внучкой. Внучкой. Привет. Тебя как зовут? Меня зовут Мавтон. Очень мне приятно. Можно я пожму твою творческую руку? Ты тоже помогаешь? Да, конечно. У вас здесь действительно невероятная красота. Так уютно. И куда ни глянь, как в музее под открытым небом. Творческая студия. Здесь творчество идет. Творчество? Поэтому вот это, скорее всего, действует. Я прям чувствую, как здесь творчеством пахнет. Вот эта работа, значит, с универного характера даже. Очень красивая. И каждая в единственном экземпляре. Вот мастерские уже. Мастерские. Святая, святая. Да, святая, святая. И самое любимое место мое. В свое время отца было любимым местом. Он был четвертым поколением. И всю жизнь вложил для возрождения керамики в Узбекистане. Его основным возрожденным этапом является кушанская керамика. Это до нашей эры, первые, третьи века. Он с маленьких археологических кусочков восстанавливал целый период. И всегда мечтал сделать маленькую школу. Вот эту мечту мы возобновили в этом студии. Акбар, скажите, а могу ли я, но хоть что-нибудь сделать тоже своими руками? Я думаю, это можно попробовать. На самом деле на узбекской керамике отразилась вся история страны. Многочисленные завоеватели этих мест добавляли ей собственные черты. В ней есть элементы эллинской, китайской, арабской культуры, культуры кочевников и даже зороастрийские мотивы. Для моей работы мы выбрали орнамент в виде рыбы. Символы жизни и плодородия. Обязательно вот такой круг. Это вечности. Вечности. Любое изображение на тарелке, на вазе обязательно что-то значит. Интересно. Я не знаю, получится ли у меня так же лодко, как у вас. Старайтесь одну сторону, значит, на столик. А, на столик, чтобы был упор. Ага, вот, действительно, так лучше. Кстати, стиль росписи, в котором я работаю, называется ташкентский. Минимализм и монохром. По-моему, очень стильно. Так, вот, оцените, как я справилась на данном этапе со своей задачей. Да, да. Сейчас у нас инструмент просто металлический. Чтобы его украсить, мы сделаем несколько движений. Вот это медный использовал мой отец в его время. И он говорил, что это осталось от его дедовица. Вот это да, то есть этот инструмент наполнен историей всей вашей семьи и творчеством всех ваших поколений. Я думаю, это будем обжигать и потом каким-нибудь образом передадим, чтобы воспоминания осталось. Было бы очень приятно, потому что действительно для меня это будет очень важно. Спасибо вам большое за то, что поделились своим опытом. Буду ждать в Москве эту тарелку. Повешу ее на стенку на важное место и буду любоваться ей вспоминать. Так, себе традиционный сувенир я сделала. Буду ждать его в Москве. Осталось купить подарок другу. Догадались, кому? Как гласит одна известная местная поговорка, была бы голова, а тюбетейка найдется. Ну что ж, пойду искать узбекский национальный костюм. Наши национальные, которые мужчины одевают, только черно-белые. Вот, например, вот это, по-русски, это перец. Перец? Да. То есть это тюбетейка для нормального перца? Да. Я хочу, чтобы образ моего друга был полноценным. Что мне еще понадобится для тюбетейки? К нему чапаны надо. Что такое чапаны? Чапаны такие стеганные, чапаны хорошие. А, типа халата. Да, халат. Эта тюбетейка относится к ташкентскому региону. А сломан ташкентцы такие одевают. Прекрасно. Значит, мне нужен чапан тоже с ташкентским узором. Хоп, буля, хоп. Вот этот чапан относится к ташкентскому региону, именно. Красивый ты какой, яркий. Как хорошо будет сочетаться с этой черно-белой тюбетейкой. Да, очень это будет прекрасно. И будет как раз этому подходящее. Хорошо. Спасибо вам большое. Чем человек на хороший день носил, на свадьбу носил. Хорошо. Я им обязательно эти слова ваши передам. Ташкент – город, в котором издавна уважают путников. А значит, сюда непременно стоит отправиться. Здесь знают толк в красоте и подберут золотой ключик к вашему сердцу. Здесь еда – это искусство, а искусством занимаются целые династии. Это, а еще подарки для лучшего друга, я сегодня забираю с собой. КОНЕЦ Солидно.